Всем доброе утро! У меня сегодня пушистое латте и апельсиново-маковый маффин на завтрак. После утреннего кофе куда же без прогулки. Тем более сегодня выдалась такая солнечная погода, что я не устояла и пришла в один из моих любимых парков в Окленде. Это Альберт парк. Он находится недалеко от моего дома, где-то минут 20 на автобусе. И мне очень удобно сюда добираться. Я хотела бы с вами поделиться последними новостями, произошедшими за последнюю неделю-полторы в Новой Зеландии. 8 июня в Новой Зеландии не было зафиксировано ни одного случая ковида. В связи с отсутствием новых активных случаев, 9 июня в полночь Новой Зеландии перешла на первый уровень опасности, который снимает почти все ограничения, которые действовали во время карантина. Это 2, 3, 4 уровня. Вот несколько изменений, которые произошли с переходом Новой Зеландии на первый уровень опасности. Теперь не нужно соблюдать дистанцию. Снято ограничение по количеству людей, находящихся в одном месте. Теперь каждый может вернуться без ограничений на работу, школу, начать заниматься спортом в обычном режиме, путешествовать внутри страны. Но очень важно заметить, что при этом границы Новой Зеландии остаются закрытыми для туристов в избежании распространения вируса из других стран. Только граждане и резиденты могут вернуться в Новую Зеландию, но тоже с определенными ограничениями. Как я лично поняла, в чем заключаются ограничения, это в том, что прибывшие резиденты, граждане должны после приезда быть на изоляции, то есть 14 дней самоизолироваться. Есть также золотые правила, которые действуют для всех при первом уровне опасности, и которые необходимо соблюдать каждому. Нужно оставаться дома, если ты болеешь. Если у тебя есть симптомы гриппа, простуды, необходимо связаться со своим терапевтом, доктором. Всегда мыть руки. В чихоте кашляй только в локоть. Если тебе необходима изоляция, ты должен ее соблюдать обязательно. Ну и также просят людей оставаться бдительными, потому что пандемия в мире продолжается. И немного о текущих данных по ковиду в Новой Зеландии на 18 июня. Суммажное число подтвержденных и вероятных случаев составляет 1507 человек, из них 1482 человека вызревших, 22 смерти и 3 активных случая, два из которых зафиксированы 16 июня и один 17 июня. Очень интересно было узнать официальную статистику заболевших по разным категориям. Я для себя отметила категорию по возрасту. Это все, что касается Новой Зеландии. Итак, больше всех заболевших это люди в возрасте от 20 до 29 лет. Их по статистике 358 человек. Погибшие от ковида это люди в возрасте от 60 лет до 90+. Это что касается Новой Зеландии. Еще раз хочу отметить, эти данные актуальны на 18 июня. Конечно, статистика заболевших ежедневно может меняться. А у меня получился вот такой небольшой обзор последних новостей Новой Зеландии. Надеюсь, вам было интересно меня послушать. Желаю всем здоровья, скорейшей победы над ковидом во всем мире. Берегите себя и своих близких. Пока-пока!